Ну а далее о тех, кого впору назвать антигероями. Те, чей долг охранять и защищать, зачастую сами нарушают закон. Так в Тарском районе местный инспектор надзора и охраны природных ресурсов разрушает исторический памятник. Мы уже рассказывали об этом в своей программе в прошлом году. После нашего материала проверку организовала прокуратура. Сейчас дело дошло до решения суда, однако сносить незаконные постройки нарушитель не спешит. А моей коллеге Тахминет и Нысову удалось выяснить, это не единственный случай произвола. Тысячу лет назад здесь жили люди. Со времен Средневековья природа сохранила руины домов. В культурном слое археологи наверняка нашли бы остатки посуды или инструментов. Два года назад территорию оккупировал местный государственный инспектор надзора и охраны природных ресурсов Александр Морозов. Он продолжает застраивать археологический памятник. Вот эта вот насыпь, это остатки наземного жилища. Углубление и насыпь за ней, это следы или остатки еще одного жилища, которое частично оказалось перекрыто вот этим сооружением, домом. Поэтому памятнику угрожает разрушение. Еще в прошлом году мы выяснили, никаких документов на этот участок у Морозова нет. Он взял в аренду землю вот на этом поле, а построил базу отдыха в километре от этого места. При этом рыбинспектор продолжает отрицать, что захватил землю, а потом и вовсе усомнился в ее статусе. Знаю, что у вас нет документов на этот земельный участок. Так, на этот земельный участок у меня были, ну ошиблись. На километр? Ага. На 300 метров. Прежде всего, памятника там нет, так? А вот то, что либо там есть или нет, это покажет экспертиза. До сих пор никто, в том числе и районная администрация, не заставили Морозова освободить землю. Местный глава даже за него заступался. Вы про Мурлинку говорите? Да, конечно. Ну, там земля оформлена давно, все по закону. Вот дома, которые были достроены. Рядом ЛЭП, которую Морозов тоже провел незаконно. Под линией электропередач вырубили более 50 деревьев. Пострадать может еще больше. Там должны стоять алюминиевые шины. Вот в этом трансформаторе содержится плитров 100 масла. Гореть будет очень хорошо. Ну и, соответственно, и окрестности будут гореть. Суд постановил снести все постройки. Морозов подал апелляцию, которую рассмотрят в областном суде 7 июня. Похожая история, но уже с пожарным инспектором, произошла в деревне Щелканов Катарского района. Евгений Клименко взял в аренду почти 70 тысяч квадратных метров земли у озера. Якобы под птичник. Вместо него возвел дома, которые суд обязал снести. Но чтобы не потерять участок, Клименко все же построил птичник, в котором ни одной птицы не оказалось. Здесь же расположено и живописное озеро. Жители нескольких деревень привыкли отдыхать на его берегу. Жарить шашлыки, рыбачить. Однако Клименко доступ к водному объекту ограничил, поставив на въезде шлагбаум. Хотя одно из условий договора аренды – обеспечение свободного доступа к водоему всех желающих. Его, кстати, создавали жители нескольких деревень еще в 60-е годы. Это мы делали лично сами. Его дело прудили, на СТО работали. Сделали для себя. Речку запрудили, в другом месте русло сделали. Еще отец мой делали. А сейчас не разрешают. Отец всю жизнь там рыбачил, дед там рыбачил, прадед там рыбачил. Тут выясняется, что это частная собственность. Отец мне все это рассказал, что его там чуть ли не собак на него травили. Ну вообще история была дикая. И избить грозились. У самого Клименко совсем другое мнение. Скажите, пожалуйста, а почему вы жители Козеро не пускаете? Как по-нибудь пускаете? Ну вот шлагбаум у вас стоит. Это чтобы не ездили. Никто теперь и не ездит. А на семи гектарах земли, которые Клименко оформил в собственность, теперь его личный парк. Гостиный домик, катамаран, лодки, беседка, мангальная зона, озеро и лес. Рядом и жилой дом, в котором живет бывший сотрудник ПОЖ-надзора. А захват инспектором рыбнадзора земли в устье реки Муралинка вполне может закончиться уголовным делом. В Министерстве культуры Омска области готовят заявление в полицию. Тахмена Танисова и Павел Ходынский. Омск здесь.